Привет! Привет, с вами Оксана Вайкова, и я опять же нахожусь возле строящегося объекта. Как я уже говорила, что сейчас новое время, новые возможности, и новые возможности и перспективы строящегося жилья, они очевидны. Ну, во-первых, это жилье новое, это уже большущий плюс, и для нас мы любим новые вещи, мы любим, тем более, это квартиры, то, что касается квартир, то есть, когда ты первый, когда это твое, когда ты все делаешь так, как тебе нравится. Ну, тут здесь очевидно. Мне бы хотелось просто поговорить о том, какие очевидные преимущества при входе на рынок. То есть, когда мы покупаем строящееся жилье, у нас есть определенное время для того, чтобы, как говорится, подготовиться финансово, финансово и сделать этот вход более мягким. То есть, смотрите, схема простая. Я сейчас, конечно, жду, у нас очень много вопросов. Что-то за неделю собралось по поводу того, как входить, да, как правильно платить. Скажу вам просто несколько таких моментов простых. Смотрите, когда вы выбираете себе жилье, вам нужно прийти в офис, то, что, в принципе, я сейчас и сделаю. Вы приходите в офис, смотрите план, то есть, какие квартиры, с каким видом, с каким метражом, с каким месторасположением вас максимально устраивают. Ну, приценивайтесь, да, присматривайтесь. То есть, дальше оставляете 6 тысяч евро для того, чтобы зарезервировать за собой эту квартиру. Составляется контракт на рассрочку, допустим, если вот это вот жилье, которое за нами вот сейчас находится, то есть, оно будет сдано в декабре 2016 года. Поэтому у нас до декабря есть определенное время для того, чтобы вот эти 30% другие, да, другие, одни, извините, ну так получается, то есть, внести 30% до декабря месяца. Но при подписании контракта вы должны оплатить, да, на подписание вот этого контракта в рассрочку 10% от стоимости жилья. Повторю, 6 тысяч плюс 10% при подписании договора на рассрочку до окончания строительства. И в течение определенного времени, пока строится жилье, оплачиваем еще 30%. Распределяем это помесячно, пока ежемесячно с вашего банковского счета. То есть, находитесь вы в Испании или не находитесь. Если у вас открыт банковский счет, вы переводите деньги на свой счет, и ежемесячно строительная компания снимает у вас эти деньги по контракту. Дальше процедура следующая. Сдается жилье, мы встречаемся у нотариуса и подписываем, получаем ключи от своего готового жилья. То есть, в этот момент вы вносите оставшиеся 60%, да, то есть, ну, минус еще 6 тысяч, естественно. То есть, в этот же момент оплачиваются все расходы на покупку. Какие вопросы сейчас мне необходимо задать в офисе, да, то есть, уточнить. Ну, первое, смотрите, если, допустим, вы выплачивали, выплатили 40% и какой-то фос-мажор, то есть фос-мажор, и вы не можете выплачивать дальше. Что в этом случае должно произойти? То есть, как вернуть свои 40%, какие штрафные санкции, что там налагается в этом случае? То есть, это очень немаловажный вопрос, потому что мы действительно живем, ну, время, когда, ну, все, ну, мы люди, да, мы человеки. И как это все происходит, вот этот вопрос нужно уточнить. Ну, и опять же, да, про эти 8% с какой суммы они платятся. С 8% это если вы переоформляете ваш объект на другое имя. Опять же, здесь можно разработать интересные инвесторские схемы, потому что жилье во времени, оно растет в цене, да, то есть, на этапе входа в строительство и на этапе его продажи, да, на этапе готовности, когда вы получаете ключи, цены будут меняться, цены будут расти, потому что сама тенденция роста, она очевидна. Поэтому вот такая история нам предстоит. То есть, я сейчас жду, пока откроется офис, задам эти вопросы и потом вас с ними познакомлю. Оставайтесь со мной, оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь обязательно. Вопросы я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если вы оставите их под этим видео. Опять же, я, естественно, помогаю во всех формах, да, оформления сделки, то есть, я вас сопровождаю. И, естественно, в этом случае, да, когда мы работаем с новым жильем, полностью вся оплата происходит компании застройщикам, то есть, с вас только контакты, то есть, с вас только, как говорится, обратная связь, то есть, для того, чтобы мы работали, работали... Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.